добрый день вам всем дорогие мои друзья на ческом ru с вами говорит гроссмейстр алексей ермолинский еще одна партия с турнира претендентов в екатеринбурге незаконченного прерванного седьмой тур встречаются они жгири белыми и александр грещук оба соперника ну радоваться было нечему по 50 процентов очков игра откровенно не шла наверное грещук выглядел более расстроенным еще он в своих пресс-конференциях говорил что вообще не надо было сюда ехать и ну ладно разные там причины личные кто его знает а все-таки партию играть надо несмотря ни на что и началась она ходом c4 и вот такой вот вариант но раньше когда чаще играли конь c3 конечно чем же 3 на втором ходу тут c6 наверное идея принадлежала пол петровича кересу он играл немалое количество партий вот с таким в этом как вариант c3 с переменой цветов с ицелянской но вот здесь же 3 же 3 тоже он является лишним темпом но в какой-то степени он не то чтобы сужает возможности белых но он направляет их чуть другое русло поскольку иногда ну раз уже же 3 хоть сделан то надо играть слон же 2 значит слон не выходит на другой диагонали и так далее в общем все это интересно и так вот все это идет здесь взятие ну что какая история этого варианта история следующая ладно вообще но когда-то очень очень давно игрался тогда в городе ленинграде международный турнир и вот я был мне 15 лет примерно тогда и я ходил на в общем почти на все туры смотрел там в зале это все было там пациент культуры дзержинского все на века переименовали уже двадцать раз с тех пор но неважно чем на сцене там наверно две тысячи человек смотрела и на сцене какие люди играли вот была партия ларсон горчиной я вообще болел за ларсона я всегда был моим любимым шахматистом и вот у них так вот это все развивалось то есть белая сыграли аж три воспрепятствовав размину слонов и вот теперь приготовились начать осаду а может быть уже выиграть пешку е4 здесь такой вот тактический трюк применил виктор львович и возникшая позиция была очень интересной такой скубил их как-то центры но немножко шаткий центр до не очень надежно подкреплен пешками и как ни странно несмотря на то что ферзи ушли из доски но все равно положение короля в центре это приносит белом больше забот и хлопот чем выгоды это потом нужно королем выходить когда что-то еще удалось подменять а сейчас у нас в общем-то метр шпиль без ферзей так и пошло все но типичная метр шпильная идея допустить ком бьет е6 пешки разрушаются слабости по линии же слабость на е6 но зато динамика вот так вот сыграл корчиной блестяще на динамику здесь на белом нужно было всерьез к этому делу отнестись наверное хорошо было бы начать схода слон f3 ну как-то на конь c4 а это было неудачно да я думаю что слон f3 да здесь и 5 наверно пришлось бы ну ладно бог с ним партия была старая какая-то давняя ну смотрите что в ней произошло вообще просто удивительно здесь корчиной нанес такой блестящий удар и получил преимущество одержал победу мило эта партия огромное значение для исхода всего турнира корчиной там поделил первое место и попал в матче претендентов а и потом дошел естественно до до финального матча который он играл с карповым первые из их матчей ларсон никуда не попал в турнир сыграл так себе иногда бывает что одна партия может повернуть исход турниру еще мне это отложилось памяти прошу за прощения за этот экскурс в в какую-то древность давность ну вот 50 лет почти прошло и вот петр свитлер пробует здесь играть за белых е3 немножко это выглядит так вот и g3 е3 да всегда вызывает некоторые сомнения но идея его наверное все таки как-то подрывать таким путем но большого преимущества здесь у белых не будет но зато белые решают все свои проблемы там никаких трудностей нет основных трудностей нет с развитием есть конечно слон на c1 но это как-то малозначительно по крайней мере убрали пешку с е4 черные не могут атаковать не было пара партий там против горящука и против видита недавно все это было с горящиком он играл на последнем чемпионате мира парапиду в москве на c19 года с видитом уже вот сейчас на интернете где-то тут начисками а сыгранно было конь c2 ну конь c2 так с идеей перевести коня на е3 но это складывается хорошо с ходом g3 с этим я согласен и таким такого рода идеи за черных с переменной цвета довольно популярны они особенно популярны в вариантах слон b5 вот на конь c6 когда слон b5 играет конь часто через d5 отводится на c7 там еще и темп на этого слона ну вы не понимаете о чем я говорю здесь тоже это все за белых выглядит неплохо но горячук действовал довольно уверенно у него же такая партия была одна и у пошел ферзи 5 это наверное лучше чем ферзи h5 вот в этой ситуации скажем если конь е3 ну можно за черных попробовать пожертвовать эту пешку ничего особенного особенно страшного нет но нет пешки дело в том что если посмотреть на позицию белых особенно с учетом того что они играют белыми белые все-таки обычно выдвигаются вперед а здесь эти пешки сидят на d2 и едва ну такой гипермодернизм но это все идея разумеется столетней давности но всегда одним из лучших средств борьбы с такого рода стратегии с английского начала ли и прочих дебютов которые попадают в квалификации туда вот дебуква а а 0 и что-то хорошим методом борьбы за черных был классический подход с давлением по центру и и жертва пешки на е4 в общем то это как-то подпадает вот под эту концепцию ладно но тем не менее наверное все-таки ферзи и 5 лучше сюда и куня 6 кстати когда посмотрел по базам выяснилось что они же говори сам-то это играл черными пару раз и вот как его партия нашел как-то он в блиц это в норвегии когда перед турниром блиц турнир традиционно но перед перед главным турниром он играл там против нилса грандереса и там вот такое было дело ну здесь нилс совсем наверное неудачно взял ладью на f3 это выглядит странно даже если он бы взял слоном мне кажется ну ну что там все равно c5 я как-то вот не люблю такого рода позиции за белых вот черными как-то но играешь их если получилось но черными это черными но ну да рискнул ну какой-то потенциал контр игры но но получить такое белыми как вот двигать этот центр вперед а если играть по бокам ну сейчас пойти b3 но все это хорошо тебя такие мощные сваны там руки-крюки а грудь то впала пешки d2 и е2 но не производит общем это впечатление на меня партия еще ладью взял после c5 я думаю гири было уже лучше ход кони а6 ну что можно сказать про кони а6 когда-то ларсон комментировал свою партию с петросяном с турнира пятигорский кубок пятигорского санта-моники и я в книжке это прочитал избранных партий варсен он тогда выигрывал у петросяна тогдашнего чемпиона мира два раза но тигран варта ночи наверно немножко не восстановился еще после матча на первенство мира которым он выиграл у спаского держал титул поехал тут за тридевать земель санта-монику сыграл там не очень хорошо но варсен выиграл него два раза и вот партия которую выиграл черными там он где-то какое-то было английское такое типа староиндийское там он поставил коня на 6 написал варсен такой комментарий ну по крайней мере конь то не мешается под ногами у других фигур ну вот действительно ход коня а6 правильно кстати сам гири дошел до этого хода то есть после вашей партии с грандельюсом потом он играл партию в москве в семнадцатом году на гран-при когда игрался там с хаммером он играл с норвежцем и жан людрик пошел д4 но этот здоровый подход мне кажется но может быть мы говорили уже говорили уже немного такого рода позициях кстати это было томашевский грищук так было ну может быть у белых особенного преимущества нету по крайней мере они играют правильно все-таки на мой взгляд нужно двигать пешку д а не f хотя может меня сейчас здесь заклеймят что я такой догматик а не знаком с идеями гипермодернизма знакомый очень даже хорошо конь е3 но здесь аж 5 ну мы так оживили с добровым подумали но вот гигантская борьба наконец грищук уже понял что ну надо все таки открыть счет но нельзя закончить пол турнира на все ничьи у него было 6 ничьи их до этой партии аж 5 но результат этого ухода был такой что он как раз ониша они же очень тонкий позиционный шахматист и он он так отсидел я чувствую я сочувствую да вот здесь уже время терять нельзя и он двинул в центре d4 то есть ход h5 направила они же на правильную дорогу вместо b3 кто его знает что он там планировал теперь он уже после h5 пошел d4 и кстати очень правильно взял пешкой поскольку вот на фирсбе d3 в такой ситуации да вот черные могут так играть король в центре но но тем не менее идея то очень конкретная выйти на линию h даже на это можно взять там потом ферзаж 5 но с развитием ну что свон выйдет на е6 легко ладьяна d8 черных прекрасная позиция лучше наверное я думаю что грещук на это рассчитывал но еда очень сильный ответ теперь белая по классике все-таки вот ониши на его партиях надо учиться что они собираются делать но отвечать по классике на фланговую атаку вот таким вот ударом в центре и заодно кстати вот открыв вот избавившись от пешки едва тут же тут же вот это все да то что наш 5 нельзя было пойти под размен то какой смысл а здесь белые вскрывают центр ну и я думаю что мат они не получают а скорее всего ставят лучше поэтому грещук принял правильное решение позиционное пошел фирс d4 чтобы притормозить это все здесь ну очень не хочешь пришлось играть фирс g4 в эндшбэль но вот так вот в общем здесь уже чувствовалось что гири не остановить он как встал на свою военную тропу то ничьей он достигнет отход d5 ну просто с ним невозможно бороться даже в случае конь е6 я думаю что ониши пошел бы d5 все равно поскольку черный откровенно не успевает воспользоваться вновь образовавшейся слабостью на f4 поскольку белых очень мощно расположены фигуры на данный момент не грозит взять на c6 но один ход воде c2 и он будет грозить уже всерьез король бы 8 да можно и так сыграть в общем я думаю здесь все быстро разменяется будет ничья в эндшбэль с разноцветными слонами да и после слон е6 ничего не произошло они же двинул d5 но вот опять же вы не подумайте что я критикую гири за что его критиковать ну разыграл дебют ну так вот получилось вот реагировал то он правильно а то что из этого выходит только ничья ну шахматы сейчас такие во первых противника очень сильно во вторых большой запас прочности очень в шахматах даже петросян говорил что шахматная позиция это очень крепкая конструкция и не так просто развалить даже бывает где-то выиграешь пешку там или качество а потом реализовать невозможно в эндшбэль многие говорят да вот ничейная болезнь но если мы это дело нарушим и не будем давать очков за ничью или там будем 10 очков за победу и там палачка за ничью ну во-первых мы жуликов расплодим конечно в огромном количестве которые будут договариваться сплавлять друг другу партии взад вперед и обходить нас которые на все таки будут ничьи будут делать а во-вторых ну часть шахмат просто будет украдена ну да вот это вот стоит того ничья чтобы за нее бороться стоит того если нет разницы между поражением и ничьей а ну выиграть не удалось он так 8-летние дети думают а мы тренеры их пытаемся от этого отучить так что такого на результат партии но может быть он не удовлетворительный с точки зрения там турнирного положения участников или там ожидание многочисленной армии болельщиков но он реально он отражает реальности не за что винить здесь ни гири ни горячука очень точно кстати сыграла ниш этот размен позволяет ему отыграть пешку если взять cd то естественно шах а теперь воде да один король d8 приехали да и в этой ситуации даже тут так ну казалось вот выигрывают пешку белой на самом деле очень у черных то абсолютно полный порядок оба шахматиста это понимали когда такое вторжение здесь но защищать эту пешку не представлялось возможности никакой все равно свона в 6 могут пойти вот так и было b3 ходить но там d4 d3 белые могут только проиграть все правильно делал гири и вот вам разрядка ну что ж все рассказал что мог об этой партии спасибо за внимание с вами был гроссмейст алексей армалинский